Привет всем! Пчелки у нас сегодня прям к вечеру потеплело, они развеселились прям, полетели все за водой, за пирогой. Наверное, может какой-то нектарчик принесут. Вот так вот они прям выходят все. До этого, наверное, 2 или 3 дня у нас стояла такая прохладная погода и совсем они практически не летали, только за водой. Вот сегодня к вечеру потеплело. И сегодня мы съездили в город и купили, потом покажу, что мы купили пчелам. Покажу вам немножко наш пчелник. Сейчас пока у нас, конечно, немножко беспорядок, потому что картошка достата для посадки. Уже росточки начали проявляться. Садим мы и вот эту вот красную картошку. Такая, например, притолковатая. И получается белая картошка. Красная, наверное, как же называется-то? Не вспомню сейчас, наверное. Белая, вроде бы, Невская, еще какая-то Илуговская, наверное. А вот красная или Любава или что вроде такого, какое-то название. Картошку уже достали. Что тут еще вам показать-то? Так, ну это пенопласт. Ставим его как утеплитель для того, чтобы пчелкам было сейчас тепло. То есть рамки стоят и с краешку ставим пенопласт. Немножко, конечно, не могут его так подгрызать, но ничего страшного. Главное, чтобы сейчас было тепло. Что еще? Кормушки. Кормушки для сиропа. Такие вот кормушки здесь где-то чуть, наверное, больше литра входит. Если нужна какая-то подкормка, то, соответственно, эту кормушечку наливаем и ставим в гнездо. Если прохладная погода, то ставим прямо за пенопласт. То есть где они, пчелки, сидят. Если погода хорошая, то они в принципе и за пенопласт выходят и забирают весь корм. Так, ну что еще у нас здесь? Из-за того, что картошка здесь лежит, конечно, все заставлено. Инструменты тут всякие лежат. И перышки разные, чтобы такие вот распечатывать мед, что у нас тут хранится. Есть такие вот большие кормушки. Сейчас сразу покажу еще их. Это большущие кормушки. Не помню, где мы их брали. Но, конечно, они только для каких-то таких сильных семей, ну и по многу стоку, конечно, нельзя давать пчелам сиропа. Вот именно, если кто подкармливает. Потому что все-таки им нужно переработать это все. Не знаю, чем такие большие кормушки сделали. Так, ну здесь у нас еще опрыскиватель стоит, чтобы опрыскивать картошку, другие какие-то культуры. Так, в принципе, пока здесь, конечно, у нас бардак такой. Ну-ка, картошку посадим, тогда уже будем прибираться. А пока, пока вот в таком все состоянии. Так, ну и купили мы вот эти полоски от клеща. Получается здесь по 10 штучек пластинок. Ставятся они на 4-6 рамок. Из расчета одна пластинка на 4-6 рамок. Так, получается, наверное, каждое по 270 или 230. Не помню уж точно сколько стоит, но больше 230 рублей. Или 230 или 270, не помню. В прошлом году, а точнее в этом году, весной и в прошлом, правильном году, осенью, мы ставили вот такие вот полоски барадес. У них, в принципе, очень много названий. И, наверное, еще могу посоветовать, кто держит пчел, чтобы там было в составе пихтовое масло вроде бы. Тогда очень, конечно, хорошо клещи попадают. Ну, так как таких с пихтовым вроде бы маслом нету, тут приходится такие вот покупать, что есть. И купили ващину. Ващину, получается, мы купили за 3 тысячи рублей 5 килограммов. Ну, чтобы нам в целом на сезон должно этого хватить. Иногда бывает не хватает. То есть, в зависимости, как будет погода. Если погода будет хорошая, то пчелки будут хорошо строить овощи. Но если погода будет плохая, то приходится ставить старые соты. Поэтому такие дела. Что касается рамок, то рамки просто у нас хранятся в ульях. То есть, все рамки, которые вот и сушь, получается, здесь немножко меда даже есть. Всякие рамочки. Прям сушка хорошая, прошлогодняя. Оттянутая. То есть, все они у нас хранились целую зиму в домиках. И перка, кстати, очень хорошо сохранилась. То есть, домик весь закрытый был крышкой. Ну, как-то она хорошо хранилась. По крайней мере, до этого у нас на крыше перковые рамки хранятся неплохо хранились. Тогда вот здесь очень даже хорошо. Ну, здесь в основном свежие рамки. Конечно, такие рамки очень хорошо подставлять. Подставлять именно под расплод. Такие прям хорошие, ведь отстроенные рамочки. В прошлом году хорошо пчелы строили соты. Вот такие рамки отстроили. Беленькие, беленькие. Конечно, для развития, для весеннего. Хотя матки все-таки весной ранее любят именно темные соты, чтобы хорошо они сеяли. Ну, такие тоже для весны. Потом, когда сейчас уже, можно подставлять смело. И они любят в такие рамки откладывать. Будет очень хорошо расплод. Потому что там перги нету. И сматка хорошо сеет. Она все вам просто засеет расплодом. Всякие такие красивые. В прошлом году, еще раз повторюсь, очень хорошо строили соты. Беленькие, беленькие, чистенькие соты. Есть, конечно, не старые рамки. Есть вот такие медовые рамки. Сейчас покажу медовую рамку. Какая тяжелая медовая рамка. До зимы осталась. Тяжелая, тяжелая. Такой вот мед. Запечатанный. С этой стороны прям немножко даже видать. Видите, медок. Такие рамочки. Для... Если семейка много меда съела, конечно, такие рамочки. Лучше немножко так поскрепсти. Вот этот вот воск сверху. И тогда пчелки будут активно его распечатывать. Там такие вот всякие рамки. Ну и здесь в целом тоже. Вот есть такие старшие рамки. Здесь пергуют. Видите, перга. И перга, и мед. Вот я еще раз повторюсь, перга очень хорошо сохранилась. Иногда перга просто плесневела у нас. Вот в этом году. В таких вот закрытых домиках. Она очень хорошо сохранилась. И покажу еще вам ловушку. Ловушка для ловли раев бродячих. Как-то мы в лес ставили вот эти ловушки на высокие деревья. Наверное, метр на 3-4, то есть высоко их прикрепляли на деревья. И раи бродячие прилетали. Потому что пасеки у некоторых людей, у нас они были в лесу. Ну, в лесу, соответственно, так следить за раями. Сильно не хотят люди. Ну, как бы тяжело все-таки в лесу-то и комары, и пауты, и кого только там нету. Ну, в общем, бродячие раи, они прилетали. Наверное, 2 или 3 роя мы ловили. Один очень хороший, одну вот. У нас много семей именно от этого домика развелось. Здесь всего 6 рамочек стоит в этой ловушке. Ну, такой леточек небольшой и вешается сюда немножко. Такая тряпочка пропитанная прополюсом, настойка прополюса. И прилетают раи тогда. Семей, конечно, все пасели разные, но в целом в этом году очень хорошо идет развитие пчел. Потому что весна хорошая. В ферги они немного носят, и мед приносили. Поэтому развитием их идет в целом хорошо. Ну, а всем тем, кому понравилось видео, кому было видео полезным, подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости. Ну, и в дальнейшем буду делиться какими-то важными моментами в жизни пчел.